Всем привет, вы на канале Лунные Янки, меня зовут Алекс Кокос, и сегодня мы прольём свет на историю Рикарда Сиажина, человека, который умер от бессонницы и мучивший его на протяжении года. Поехали! Бессонница – очень серьёзное патологическое состояние в психиатрии. Оно отражается не только на психике человека, но и на физическом состоянии. Сон можно восстановить почти во всех случаях, например, при помощи медикаментов, психотерапии и прочего. Но есть одно заболевание, при котором сделать это невозможно – фатальная семейная бессонница. Всего несколько десятков семей в мире страдают от этого наследственного заболевания. Эти люди месяцами не спят, истощая свой организм до предела, и в итоге умирают. Болезнь часто остаётся незамеченной на протяжении значительного периода жизни человека, пока в конце концов, обычно в возрасте между 30 и 60 годами, они начинают испытывать лёгкую бессонницу, которая стремительно ухудшается и приводит к полной потере сна. На протяжении от 9 месяцев до года больные испытывают провалы в памяти, галлюцинации, панические атаки и прочие симптомы, негативно влияющие на их здоровье. Успокоительное и снотворное только усугубляют положение, ускоряя процесс расстройства нервной системы. Представить то, насколько жутким является этот опыт, практически невозможно, однако есть люди, прошедшие через это и поделившиеся с миром своей историей. В 2016 году человеку с фатальной бессонницей удалось задокументировать свою историю болезни, от появления первых симптомов до самой смерти. Рикард Сиажин начал выкладывать видео на YouTube в 2013 году. Изначально в них не было ничего необычного. Блогер показывал зрителям свои рисунки, художественные проекты и тату, которые он делал другим людям. Было понятно, что его жизнь держится на двух столпах – его творчестве и его сыне. Начиная с января 2016 года, его ролики начали заметно меняться. Он выложил видео, чей фатальная бессонница нейротоксин стимулирует СНС нейронаука, надеясь на поддержку больницы на стволовые клетки. В этом видео Рикард говорит о том, что прошло уже 4 месяца с тех пор, как он в последний раз спал, а также делится своей историей. В 2015 году он переехал в Филадельфию, где устроился на новую работу. Примерно в это же время у него появилась инфекция мочевыводящих путей, что вызвало у него беспокойство о том, что он будет хуже справляться со своей работой. Так как у него не было медицинской страховки, он поговорил с начальником об этой ситуации, и тот дал ему антибиотики, которые у него были. Он заверил, что это поможет избавиться от инфекции в кратчайшие сроки. Спустя несколько дней после первого приёма таблеток, Рикард начал испытывать довольно неприятные побочные эффекты. Несмотря на это, он продолжил принимать таблетки, усугубляя своё состояние. Спустя две недели он осознал, что полностью лишился сна. Его тело хотело спать, но мозг противился этому. Тогда врач прописал ему снотворное. Оно помогало ему спать по два часа в сутки, в течение которых он видел жуткие кошмары. Свои попытки уснуть Рикард описывал как очень болезненный опыт. Рикард в отчаянии говорит, что он с радостью пожертвовал бы обеими своими ногами ради всего трёх часов спокойного сна. Он осознаёт, что в скором времени умрёт, и просит врачей наблюдать за ним в научных целях. Видео он завершает просьбами о помощи и оставляет свои контактные данные в описании. Здесь стоит отметить, что причиной его состояния на самом деле не может быть фатальная семейная бессонница, так как этой болезни не наблюдается ни у кого из его семьи. Скорее всего, те самые антибиотики, которые он принимал во время инфекции, и стали причиной его состояния. Более подробно об этом позже. В следующих роликах мы наблюдаем развитие болезни и её влияние на тело Рикарда. Сперва он говорит об ужасных болевых ощущениях в позвоночнике, а также о потере навыков нормально ходить. Снотворное, которое он принимает, даётся меньше эффект. Затем он показывает, как трясутся его конечности, а лицо покрывается мёртвыми клетками кожи, что свидетельствует об отмирании его тканей. Тем не менее, пожалуй, самый явный признак развития его болезни, который мы замечаем в роликах, это когнитивное расстройство. Так, в одном из своих видео он рассуждает о происхождении конспирологических теорий, однако то, что он говорит, кажется бессмысленным. Конспирологическое теория никогда не была теория, это практика. Так что слово, которое создавало системой, или сражение, то становится конспирологическое теория, это конспирологическое теория. Это позволяет людям думать, что это теория. В следующих видео он показывает, как проходят его попытки уснуть. Эти встряхивания, судя по всему, являются реакцией тела на резкие и непредсказуемые боли в позвоночнике, возникающие каждый раз, когда он впадает в сон. В конце концов, болезнь Рикарда окончательно приковывает его к постели, и со тотальной безнадёжности его состояния он даже бы думает о самоубийстве. Также очень тяжело слышать его слова о том, как он скучает по своему сыну. Рикард продолжает строить теории заговоров, не бросая при этом попытки заснуть, пока в конце концов он не публикует видео длиной в 36 минут, адресованное, по всей видимости, его неврологу. Страница Рикарда в Фейсбуке проливает чуть больше света на то, что на самом деле происходило в то время. После многочисленных консультаций с врачами, которые не могли ему помочь, он вышел на контакт с больницей в Пекине, которая специализируется на исследовании стволовых клеток. Врачи оттуда сообщили, что им приходилось лечить кого-то с похожими симптомами, дав надежду на то, что они смогут помочь ему. Однако операции, предложенные пекинскими врачами, оказались слишком дорогостоящими для Рикарда, поэтому он создал страницу на фандрайзинге со сбором средств на лечение. На данный момент эта страница удалена, поэтому мы не можем точно сказать, сколько денег ему требовалось, однако известно, что нужную сумму он так и не получил. Последнее видео на его канале подводит итог его помешательству. В них он бессвязно рассуждает о Боге, а также делится своими конспирологическими теориями о ВИЧ. На этом жизнь Рикарда обрывается. В одном из своих видео он упоминает название антибиотика, который он принимал по совету начальника. Его название – ципрофлоксацин. Это препарат из группы фторхиналонов, который обычно используется для лечения респираторных заболеваний и разного рода инфекций, включая инфекции мочевыводящих путей. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на протяжении более 10 лет выражало беспокойство об эффектах антибиотиков этого типа, предупреждая о том, что они могут вызвать нарушение нервной системы. Это лекарство должно применяться только в крайних случаях и под строгим наблюдением врача. Однако многие больные принимали антибиотик без какого-либо медицинского контроля, из-за чего у них также появлялись серьёзные побочные эффекты. Самые распространённые из них – это разрывы сухожилий, повреждения органов и даже паралич. Один из таких случаев произошёл с человеком по имени Матео Рохас. Ему выписали цифры флоксацин в 2017 году в качестве лечения инфекции мочевыводящих путей. Вскоре после начала курса лечения он стал страдать от воспаления сухожилий, что в итоге приковало его к инвалидной коляске. Побочные эффекты влияли также и на психическое состояние. Он испытывал провалы в памяти и психозы, а позже и вовсе ослеп. Его мучения продолжаются по сей день. В случае Рикарда у него, скорее всего, наблюдалась периферическая нейропатия, или же поражение периферических нервов, нарушающее отправление и получение сигналов из центральной нервной системы. Первые симптомы нейропатии обычно проявляются спустя несколько дней после начала курса лечения цифров флоксацином, о чём рассказывал Рикард в одном из своих видео. Остальные симптомы, наблюдаемые у Рикарда, такие как сильные боли в спине, бессонница и прочее, также являются побочными эффектами приёма цифров флоксацина. Многие из нас хорошо знают, как тяжело пережить хотя бы одну бессонную ночь. Совсем невозможно представить то, насколько мучительным может быть год без сна. Это по-настоящему один из самых ужасных смертельных диагнозов, известных человечеству на данный момент. На этом всё. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok